Кажется, сегодня обычный день и практически по военным меркам ничего не происходит. Россияне наступают на Донбассе, мы в Курской области. Но произошло кое-что важное. Дело в том, что в Кремле изменили подходы к красным линиям. Об этом будем говорить. Но еще есть один важный момент. Вроде как ничего не происходит, но только почему-то в сегменте интернет начала распространяться вот эта вот странная карта из Курской области. И в этом мешочке с большой вероятностью имеется некоторое количество российских мальчиков в трусиках. Но пока еще живых и невредимых. Но как будет дальше, одному сырскому известно. Дело в том, что с момента начала операции в Курской области к Путину обратилось рекордное количество российских мам с просьбой поискать их детей, которые куда-то пропали. Ну, имеется в виду, в первую очередь, солдат срочной службы. Ну, наверное, с точки зрения Москвы это тоже не важно и ничего не происходит. Хотя, если учесть, что срочников, которых вот по последнему обмену отправили в Россию, почему они ехали с такими грустными лицами? Потому что их опять отправят на войну. Имамы снова российские будут писать. А в эфире российского телевидения будет главная тема совсем другая. Какая? Ну, конечно же, гастрономические предвкушения боброедки. Встречалась с китайской делегацией, вчера ела, например, медузу. Вот так и напишите. Я ем медуз. В прямом и переносном смысле слова. Почему она это делает? Давайте разберемся. Для того, чтобы легче переносить красные линии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. И с красными линиями действительно получилось очень-очень интересно. Оказывается, нет красных линий. Значит, маньяк и его рты красные линии отменили. Ну, чтобы не смеялись с них. А то вот они говорят, что ничего не происходит. А Курская область продолжает выходить из состава России. Не так быстро, как хотелось бы местным жителям, но как есть. В гибридной войне очень сложно провести красные линии. Однако, Владимир Путин ясно дал понять, что НАТО вступит в прямой конфликт с Россией, если дальнобойные ракеты полетят в нашу сторону. А, оказывается, сложно прочертить эти красные линии. И я думаю, что эти линии все-таки чертить будем мы. Где-то за Москвой. Мне кажется, это самая справедливая история. И вот, да, понятно, это топ-тема. Все они там ждут. Все надеются. Молятся Доллару и Джозефу Байдену. В честь того, чтобы он не спешился на разрешение с ударами по российской территории. Все вроде бы так. Но почему-то Боярышник, вернувшись из Забайкалья, а это целый генерал-лейтенант, между прочим, он тут такие вещи интересные начал рассказывать, от которых, в принципе, зависит многое в России. Дело в том, что он обозначил своим ртом, да, безопасные регионы Российской Федерации. Нет, Курска там нет. И Белгорода нет. Там даже нет. Нет, Москвы. Кто бы мог подумать? Я вот приехал, сейчас вопросы задал. Понятно, что я был далеко, да, от ленинга соприкосновения. Я говорю, ребята, а как у нас на сегодняшний день вопрос состоит с гражданской обороной? Я вам скажу, честно говоря, никак. Мы же считали, что войны не будет. Мы утратили многие защитные наши сооружения. Списали их, забыли. А те, которые находятся, находятся, мягко скажем, ну, не в очень хорошем состоянии. И оружие большой дальности, оно на всю глубину. Мы как-то считали еще будущее, ну, когда я служил в армии, досягаемость ракеты «Тамагавк» по территории Российской Федерации. У нас получился небольшой такой островок на территории Красноярского края, куда они не достают. Давайте не про Украину. Давайте про то, что говорит президент. Про даты. Красноярский край. Не путать с Клараснодарским краем. Потому что во втором случае простреливается все. И речь идет о «Тамагавках», которые полетят по России, если что, если Путин взбрыкнет и действительно начнет войну с НАТО. Знаете, очень странно. Вы же нам всем рассказывали, что идет война с НАТО, а оказывается, она только может начаться, и то еще не факт. А то, что мы используем западное оружие, ну, значит, у нас такие союзники. Вы используете северокорейское оружие, миллионы боеприпасов, соответственно, безумные айтолы из Ирана. Все это тоже убивает. Ну, почему-то никто тут не говорит о войне с Ираном или с той же Северной Кореей. Так вот, смотрите, про безопасные места, которые мы слышим, это хорошо. Наверняка вот прямо сейчас там уже роют бункер для Владимира Путина с глубиной погружения минус 62-й этаж. Хотя про Курск они вспоминают и почему-то, ну, я так думаю, они знакомились с картой, которую я уже показывал, и пришли к выводу, что Путин Курск освобождать не будет. Но если Путин не будет их освобождать, как они это называют, то кто же? Кто-то может это сделать. То есть у нас это был цыганенок Яшка, а там был китайчонок Ю-Ю. Последняя надежда на Ю-Ю. Но Ю-Ю на войну не пришел. Они там очень много сейчас говорят о том, что Китай продолжает поставлять нам комплектующие для дронов. Ну, там есть свои нюансы. Я вам скажу так, что все идет к тому, что мы обойдемся без китайских комплектующих. Ну, может быть, не сразу, по некоторым позициям это уже сделано. Поэтому китайчонок Ю-Ю может спать спокойно. Этот прекрасный маленький китайский мальчик. Вопрос, а кого же отправить в Курск? У нас, кстати, есть договор с Северной Кореей. И нападение на Курскую область развязывает нам руки полностью. Вот почему бы 1200 корейских добровольцев 300 лучше? Я предлагал 300 тысяч. А то 200 дорога не выдержит, а 300 выдержит. Нет, просто это будет аналогично тому числу китайцев, которые воевали, по некоторым данным, в составе Красной Армии во время Гражданской войны. Есть северокорейские друзья, имя вы можете придумать сами. Но я вернусь. С какого момента предлагал шарахнуть наотмышь и не придумал? Было? С ходу причем. Я когда говорил, что это все равно до этого дойдет. Некоторые мне говорили, да прекратите, да не надо. Сейчас бы шарахнули. А результат-то какой? Результат в том, что вот на консолидацию или расшатывание очень сильно влияет, мы инициативой владеем или нет. А когда весь наш народ, 150 миллионов, смотрит каждый день, как они что-то делают, а потом мы реагируем. Вот эта вот тема, кто владеет инициативой глобально, она очень интересна. И если бы россияне этой инициативой владели, то они об этом не говорили. Причем они не говорили бы о тех доблестных парнях, обязательно придут Путину на помощь в Курской области. Вопрос там в другом, что как-то два с половиной года большой войны, а оптимизма там нет. Хотя, с одной стороны, они вроде бы такие все бодрячком, стареют там в студиях, только война все ближе и ближе к Москве. И вы знаете, мы же тут, секундочку, секундочку, чуть не пропустил самое важное. Мы же с вами в рамках лучшей армии мира, в данном случае это Збройные силы Украины, продолжаем обеспечивать один небольшой подроздел, роту БПЛА 104-й бригады. Им надо срочно помочь. И сбор уже два дня мы проводим, 400 тысяч собрали. И за последние сутки мне на мой PayPal кинули аж целых 500 долларов. И мне кажется, пришло время эти денежки отправить срочно по назначению. Все просто. Наводим на экран свои телефончики. Что у нас тут? 388 тысяч на момент оплаты. И я пополняю банку вот так вот. Ну, 21. Вы знаете, в этих донатах, в этой помощи всегда ключевой вопрос какой? Чтобы а. Дроны не заканчивались. Б. Их должно быть для этого много. И чтобы инициатива была наша в районе Москвы. И никто не знает, чей донат будет финальным. Чей дрон и кем будет оплачен этот дрон, который прилетит в бункер Владимира Путина. Значит, 50 дронов парни заказали. Треть собрали. Соберем меньше, значит будет меньше. Ну, лучше собрать больше. Согласны? Ну, уверен, что согласны. Вы же не просто так подписаны на мой YouTube канал. Кстати, в этом отношении украинскими дронами и дроноводами на болотах продолжают восхищаться в прямом смысле этого слова. Говорят, что у нас, кто бы мог подумать, нет аналогов. Дроны, которые не имеют аналогов. А все почему? Потому что у нас все очень и очень здесь хитро устроено. Вопрос хороший вопрос. Многие в курсе о том, о чем говорилось на дроннице. Так вот, я обратил внимание на одно заявление. Лично я видел у Максима Климова, но там многие об этом говорили. Я позвонил знающим ребятам, которые были на дроннице. Да, говорят, так и есть. Там прозвучало следующее. Там в кругу своих четко заявили, что у Украины самая продвинутая армия БПЛА в мире. Дорогие друзья, я вынужден подтвердить. В части дронов, ну, я плохо в этом разбираюсь, Украина сейчас действительно, пожалуй, лидер мирового производства и изобретательства в этой сфере. Почему? Потому что на высших постах там стоят подонки, редкие подонки, ворюги, редкие ворюги, нацисты, изверги и убийцы, и это факт. Но они шустры, они креативны, они умеют, как бы им плевать на все правила, и они умеют чувствовать, где важно и где полезно. Это Российский имперец, Лев Вершинин, ну, еще тот негодяй, но некоторые мысли у него интересны. Почему? Потому что в связи с тем, что он находится в Испании, как настоящий русский патриот, то он моделирует опцию свержения Владимира Путина. Но пока он моделирует, и это, ну, да, пока модели, этого не произошло, наша задача сделать так, чтобы украинская армия, она была, ну, да, впереди планеты всей, и в дронах, и в новых технологиях. Хотя, конечно, приятно слышать такие лестные слова со стороны наших врагов. Ну, скажу, у нас там тоже не безоблачно, мы неплохо справляемся, но Ллойд Остин прав, всегда можно больше и лучше. Поэтому один из способов поддержать всю эту отрасль, но это вот этот вот сбор, о котором мы сегодня уже говорили, и я вам даже более скажу, армия такая структура, из которой не принято выносить какие-то вещи. Но, как бы это правильно-то сказать-то, сформулировать-то. Попробуй так. Если ты находишься в Курской области, то у тебя нет возможности ждать, когда твой командир привезет дроны, которые были закуплены государством. И я понимаю, что когда ты донатишь на конкретное подразделение, значит, кто-то где-то недорабатывает. Я знаю, кто недорабатывает, но от этого не должны страдать люди, которые сейчас на переднем крае. Передний край, в данном случае, это Курская область, но как это, убиваешь на российских захватчиков там, быстрее они становятся на Донбассе. Тем более, как это, у них настолько они владеют инициативой, что, внимание, слова-то какие? Какие даты они вспоминают? 17-й год, 91-й. Кто бы мог подумать, почему Путин, когда начинал Большую войну, об этих на цифрах и датах не вспоминал? Ну, разве что в контексте «Ленин выдумал Украину». Там же был еще один момент, который не прочитал или не понял ВВХ. Почему они пошли на создание УССР? Потому что по-другому не могли взять под контроль эту территорию. Поэтому выливали здесь вот этот российский *** а-ля земля крестьянам, фабрики рабочим. Ну, а в конечном счете пришло рабство для всех. Но в историю мы нырять не будем. У нас для этого есть ВВХ. Мы его оттуда вытащим. Хотя лучше из Кремля. И проблемы многие будут решены. Возвращаемся в Москву. Что мы тут в Испании задержались? Хотя... Давайте будем задавать себе вопрос постоянно. Вот то, что происходит, будь то в медийном пространстве, будь то в Центробанке, будь то в экономике, будь то на фронте, будь то за рубежом, вот оно консолидирует нас внутри или разрушает. Потому что если оно не консолидирует, то никакая победа, никакое внешнее чего-то, точно так же, как в 91-м и в 17-м, ничего хорошего не приведут. Я, например, удивляюсь. Зеленский в прямой говорит, что его задача физического устранения верхушки нашей страны. Возмущается, поймет почему. Потому что он думал, что он будет призывать к уничтожению других людей, а ему и его начальнику-мудозвону ничего не будет. Объективно, разные угрозы звучат там и в отношении нашего руководства. Тут будем исходить из того, что у каждого есть охрана, и все будет хорошо. Но с манечелой-то надо разбираться. Кстати, нет, из Испании мы уехать пока не можем. Там дело говорят, там русские патриоты думают о революции. Это хорошая мысль. Давайте, покажите, россияне, что вы можете остановить маньяка. Все болезни нынешней российской системы. Что касается вопроса, нужна революция, не нужна революция. Я согласен с тем. Скажите, нет, даже не так. Переворот в воюющей стране это гарантированное поражение. Примеров масса. Революция, но что такое революция? Революция должна при своей победе привести к власти новые прогрессивные слои населения. Я неоднократно спорю с настоящими коммунистами в сети, но я не спорю. Я задаю им вопрос. Где четкая партия с активным и фанатичным руководством? Где теория? Где сословия, материально строго определенные сословия, определившие свои интересы, готовые сознательно участвовать в политике и ориентированные на построение прогрессивного общества? 2017 год, пожалуйста, не предлагать. Потому что, если вы его не остановите, то будет кое-что очень и очень интересное. Потому что, а еще раз, вроде как ничего не происходит, но они здесь нон-стоп рассказывают о том, как мы будем бомбить Москву. А ведь сначала было слово. Правда? Мудозвон знает. Сначала Киев за 2-3 дня, а потом полетела на Москву. Еще не полетела так, как нам надо. Но, как говорится, эту вещь они уже артикулируют в перерывах, когда едят медузы. Зеленский говорит, что дайте мне дальнобойное оружие, я тогда смогу разнести Москву. А у нас говорят, по Киеву бить? Вы что? Нельзя. Поверь, нельзя. Как можно? Не дай бог, что случится. Хорошо, если мы зашарашим базы в Румынии, в Британии, в Германии, в Польше, в Франции, что случится дальше? Ничего не случится. Ну, какой будет ответ? Вот что они сделают? Мне тоже интересно, что будет. Вот правда. Но, с большой вероятностью в такой ситуации сделать вид, что ничего не произошло на Западе и в НАТО тоже не смогут. И там все это слышат, и поэтому все равно, все равно, все равно поставляют сюда оружие, боеприпасы, деньги, ну, все, что нужно для того, чтобы держать фронты и успокаивать безумных россиян. Ну, в первую очередь, ВВХ, но не только его. Кстати, если говорить о том, что у них ничего не произошло, это тоже забавно, да, бои ведутся в Курской области, а эти товарищи, они моделируют в своих головах, как они будут бомбить Лондон. Немножко даже смешно. Никакого ответа Не, ну, даже если предположить, худший вариант, что они сделают? Они нанесут удар по нам, они и так наносят удар по нам, всем, чем могут. И чего дальше? Я считаю, что надо ставки повышать, притом жесточайшим образом. Так, ну, подождите, если по вам наносятся уже удары, то вы должны к ним привыкнуть и не возмущаться. Ну, по-моему, логично. Хотя наносятся мало ударов. Вот все это прекрасно понимают. Мало. Это главная проблема. Что есть чуть-чуть ракет, есть чуть-чуть авиабомб, но их мало, а нужно больше. Это игра простая. Они же уверены, что мы не сможем. Поэтому говорить прямо. Вот взлетает Шторм Шеду, и неважно, вот они по Крыму били. Я считаю, что зря мы сразу не ответим. Но сейчас еще не поздно. Просто объяснить. Взлетает все, что угодно, долбим по центрам принятия решения. В Великобритании если Шторм Шеду, если французская чушь, во Франции. Если, кстати, вот Шольд что-то понимает. Он говорит, Тауруса не дам. Делайте, что хотите, Тауруса не дам. Сегодня не надо, а завтра жизнь покажет. Ну, и завершая это оптимистичное видео, нужно все-таки зафиксировать еще раз красные линии. Они там немножечко ржут относительно красных линий. А мы ржем над ними. Хотя смеяться не надо. Надо тянуть за спусковой рычаг. По-другому они не поймут. Чем вы хвастаетесь? Шекспиром? Так его столетия как нет. Чем вы хотите нас удивить? Жалтую п***ство. Тем, что вы как пауки сидите над финансовой системой Лондона? Вот оно, секретное оружие Путина. Сразу стало понятно, кто будет освобождать Курскую область. Китайский мальчик не придет. Они ждут северокорейских мальчиков в трусиках. А мы наблюдаем за красными линиями. Бугага. Да плевать нам на вас и на вашу систему. И на ваш Лондон. И на ваш Лондон, кстати, Лондонград. Гореть будет так же, как и все остальные столицы, которые не поймут. Есть у нас красные линии, нет у нас красных линий. Вы английский язык хотя бы выучите, потому что слушать вас уже смешно. Well, United Kingdom of Great Britain. Красных линий нет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Допомогаем Сбройным Силам Украины. Поддержим сбор штрих-код на экране, QR-код, описание внизу. Слава Сбройным Силам! Пройдем свои красные линии перед входом в бункер ВВХ. Подписывайтесь. Украина была, есть и будет. До встречи!